И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего. Главою Кигилы, церковь. Я, честно говоря, вам слово церковь не люблю. Почему я не люблю слово церковь? Оно у меня сразу вызывает ассоциации золотых куполов и колокольного звона. Так мы выросли. На самом деле, суть слова церковь, это совершенно иная. Я про нее уже говорил, и вчера, и сегодня. Я сейчас хочу еще раз повторить, чтобы просто было понятно. Я повторюсь, сегодня разговаривал с одним протестантским пастором, и он сказал, А зачем вы, мессианские евреи, все эти праздники, всю эту ерунду соблюдаете? Вот такое слово. Меня очень сильно зацепило это. Я ему говорю, слушай, все праздники Господни, и мы связаны с еврейским корнем, без него вы вообще ничто. Что же такое церковь? Я попытаюсь пояснить. Вчера я немножко рисовал, сегодня опять чуть-чуть порисую, но так, чтобы было понятно. Помните, я вчера нарисовал картину, что Бог сделал совершенный мир, который потом рухнул. Не будем на эту тему говорить. Кто пользуется интернетом, может просто в гугле написать «тикуну лам» или «исправление мира». Я веду там семинар в этом же Хайском теологическом институте год назад, много-много часов. И там вы можете это все прослушать. «Тиккуну лам» или «исправление мира». Просто напишите «исправление мира» вам сразу выкинет этот материал. И там я объясняю, что этот мир из-за разных ситуаций упал, не буду вдаваться в подробности. И вот Бог избирает Авраама и говорит, «Я, Авраам, беру тебя, чтобы из твоей семьи сделать народ, который послужит в моих руках к исправлению мира». Вы скажете мне, где такие слова записаны? Нигде такие слова не записаны. Вы знаете, я как бы сейчас компилирую, компилирую, объединяю разные тексты. Бог говорит Аврааму, ты будешь моим делом, твои дети будут всегда перед моим лицом. Исаия говорит, ой, Израиль, раб мой, в тебе я прославлюсь. Я сделаю тебя орудием в руках моих, ты будешь горы сокрушать. Помните такие слова? Это Исаия, 41 глава. 49 глава Исаия говорит, ой, раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь. И я сделаю тебя глашатаем до края земли. То есть Бог избирает Авраама. И из него делает народ. Израиль. Почему я провожу, это все люди, которые наполняют Израиль. За время течения Израиля, не все те, кто родились в Израиле, остались в Израиле. Не все. Были люди, которые просто автоматически выпали. Помните ситуацию с Кореем? И восстал он, и восстал против Моисея. Были таких полно людей, которые просто выпадали. Выпадали из народа Израиля. И вот, когда приходит полнота времени, приходит Ишуа. Теперь, в Луке, во второй главе, когда младенца Ишуа приносят в храм. Кто помнит эту историю? Его берет в руки Симеон. И благословляет его. И благословляет его следующими словами. Он говорит, все лежит тот, который будет светом язычником, светом язычником и славой народа моего Израиля. Приходит Ишуа. Вырастает, начинает служить. Просто услышите, о чем я сейчас говорю. И первое служение Ишу в его земной жизни. Как вы считаете, он там сильно послужил язычником? Кто-то помнит? Он некоторых язычников больно оскорбил даже. Помните, пришла к нему одна женщина-хананиянка, он ее сравнил с собакой. Вообще, как бы, неприлично для Господа господствующих. Но он сказал, моя задача сделать что-то для погибших детей дома Израилева. Помните эти слова? Он принес, должен был дать славу народу Израиля. Слава кого? Это восстановление достоинства. И даже что-то более, чем это. И вот он обращается вот к этим погибшим. Помните? Блудники, налогоблоти, налогосборщики, грешники. Люди, которых вообще не считали за людей. Он обращается к ним и возвращает их в Лона. Он восстанавливает их славу. И даже каким-то образом непонятным еще более усиливает. Понятно, были люди, которые никогда не услышали его. И они остались там, за бортом. Но на каком-то этапе, после смерти и воскресения Ишуа, после его вознесения на небеса, когда что-то в космосе изменяется, Божья милость каким-то образом, непонятно каким, начинает срабатывать на язычников. И вот в этом послании мы будем учить, язычники начинают прилипляться вот к этому вот народу, уже прославленному принятием Ишуа. И на каком-то этапе вот этих вот красных, имеется в виду язычников, становится намного больше, чем вот этих вот синих. Чисто по числу. И вот эта вот вся огромная комбинация названа церковью. Церковью или экклессией, или спасенным народом, или Божьим народом, или Божьим Израилем. Как угодно назовите. Но без вот этого басиса, Авраам, Ицхак, Яков, и те праведники Израиля, вся вот эта конструкция просто не существует. Но в русском языке слово церковь всегда ассоциируется или с колоколами, или с Лютером, или с Кальвином, или я еще не знаю с кем, которые просто говорили, мы должны веровать в Иисуса и спасемся. Да, но на основании чего? Без основания. У тебя нету куда идти. Если ты не связан с Израилем, поэтому я бы лучше бы назвал вот эту вот группу Божий народ в свете современного понимания слова церковь. Или Божий народ, или тело Машиаха, или искупленный Израиль. Но вы услышите, о чем я вам говорю? Я не противник слова церкви, но просто мы слышим его сегодня именно в таком вот роде. Просто Зевернитиарно не было слышать слово церковь. Да. Отрицательно относятся к этому слову и поэтому очень... Проблематика. То есть нужно быть, вы знаете, первыми миссионерами исторически были одни евреи. Сегодня, если ты на еврите говоришь, они миссионер, то в ушах израильтянина звучит, что ты фашист. Нет, не предатель даже, ты фашист. То есть слово поменяло свое значение. Вы знаете, я был сколько-то лет назад в Москве и один человек рассказал мне историю. То есть это все к тому, как слова изменяют свой смысл. И он говорит, что когда коммунисты пришли к власти, в основном все эти люди были безбожники. Мало того, что они были безбожники, они были воинственные атеисты, бунтари, похотливые, блудливые. Мы можем про это прочитать во многих исторических книгах про уровень морали тех первых коммунистов. Почему я говорю здесь, будучи в Израиле, про Россию? Чтобы мы могли легко понять, о чем, ну, в качестве примера. Короче говоря, они поставили для себя задачей очернить веру в Бога. А Россия в своем большинстве была тогда страна православная. Правильно? И они собрали мудрых людей, очень-очень мудрых. И это было сделано в ведомстве Держинского, это то, что мне рассказали. И они решили очернить церковно-славянский язык. И они стали запускать новые слова через тюрьмы. К примеру, в древнеславянском языке, в церковном обиходе существовало слово Пороша. От слова Порохот. Что такое Порохот? Не знаешь. В Арон-Кодыш, это отделена Сефир Тора, в храме Порохот, это была ткань, которая отделяла святую от святой святых. Но такая же Порохот висела в православной церкви, отделяя место, куда заходил священник, там внутри помолиться. На русском, древнеславянском языке это слово называлось Параша, Пороша, с таким, и этим словом в тюрьме стали называть отхожее место. Сегодня, если вы кого-то русского спросите, что такое Параша, он никогда не сошлется на ту на ту занавесь, которая отделяла святое от святого святых или на церковную какую-то занавес. Но оно будет выражать грязное, вонючее, отхожее место. Таких нет, таких слов даже в современном русском языке целая масса. Те из вас, кто увлекается такими вещами, можете поисследовать этот вопрос, и вы увидите это. То есть, иногда, через время, одно значение заменяется на другое. Сегодня, когда человеку говорят в какой-нибудь Италии, какая твое вероисповедание? Он говорит, я христианин. То все понимают, что он человек, принадлежащий христианству. Если бы в первом веке человека спросили, в Италии, ты кто? И он сказал бы, я христианин, он бы сказал, я христианин, а подумали, а, это человек, который принадлежит еще одному иудейскому направлению веры. То есть, с нееврейским движением даже бы не было никакой ассоциации. Времена меняются. Поэтому, когда здесь написано, что Творец все покорил под ноги Ишуа и сделал его главою тела или Божьего народа, которым Бог руками исправляет мир, мы начинаем понимать этот момент совершенно по-другому, чем Господь, какой-то церкви, в которой колокола звенят и где пахнет ладаном. Слышите меня? Да. Ладно. Ефесянам. Первая глава. С 12 по 23 стих мы разобрали сейчас. У нас нету много времени. Я не буду идти дальше. Пока.